Воскликните кто-нибудь, аминь! Слава Богу! Давайте воздадим Господу сегодня хвалу и благодарение. Аллилуйя! Отец, мы благословляем Тебя. Мы благословляем Тебя сегодня. Мы почитаем Тебя сегодня. Повернитесь и пожмите руку двум, трём или четырём людям и воздайте Господу хвалу, когда будете кого-то обнимать. Слава Богу! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Господь Иисус! Спасибо Тебе, Господь! Слава, 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 слава! Пора вашим словам стать намного сильнее, чем когда-либо они были в вашей жизни. В последующие несколько дней мы много об этом узнаем. И за следующий год-полтора вы много об этом узнаете. Больше, чем вы когда-либо считали возможным. Это особенное время. Спасибо Тебе, Господь. И, Отец, мы просто прославляем Тебя. Мы благословляем Тебя. И благодарим Тебя за это особенное время. Пожалуйста, открывай глаза нашего понимания, когда мы будем обращаться к Слову Божьему и будем слышать Твои слова, Господь Иисус. Откровение с небес. Мы принимаем его. Во имя Иисуса. Аминь. Откройте вместе со мной 11 главу Евангелия от Матфея. «Все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я достану из вас всю жизнь. Я доведу вас до изнеможения. Я не дам вам никакого покоя, потому что время коротко. Знаете, многие люди думают, что именно это он и сказал. И многие проповедники, просто представьте им хоть небольшую возможность поговорить о том, как это трудно, о том, как это ужасно, и как они страдают за Бога и за Иисуса, ездя на Volkswagen 1939 года выпуска. Если вообще есть такой, который был собран где-то в 1939-м или 1940-м году, где-то в то время. Если вам нравится Volkswagen 1939 года, купите его себе вместе с запчастями, если это то, что вы хотите. Но не делайте этого, думая, что этим самым вы получаете у Бога какие-то преимущества. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Дам вам покой. Возьмите иго моё на себя». Итак, он не будет снаряжать вас им. Вам придется взять его. «Возьмите иго моё на себя». Посмотрите на это. «И научитесь от Меня. Узнайте обо Мне это. «Я кроток и смирён с сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо, и бремя моё легко». Итак, это сказал Иисус. Он это сказал. Если вы вложите эти слова в свои уста, и научитесь этому от Него, эта жизнь станет для вас веселее. И люди приходят и начинают говорить о том, как «О, тяжело, мы просто идём сквозь зно и холод». Но в конце этого пути есть Бог. Бог мог быть и в начале этого пути. Аминь. Это должно быть профилем и картиной нас с вами. Я хочу прочитать это вам. Это действительно повлияло на мою жизнь. Я прочитаю это из другого перевода Библии. Те же самые стихи, с 27 по 30. «Иисус продолжил говорить людям, но теперь нежно, с сочувствием. Отец дал всё мне делать и говорить». Это уникальное функционирование «Отец-сын», вытекающее из близких отношений отца и сына и знания. «Никто не знает сына так, как знает отец, и отца так, как знает сын». Теперь вы можете видеть, о чём он говорил. «Научитесь этому от меня». Именно этому Иисус и хочет, чтобы мы научились. Позвольте мне вернуться и прочитать это ещё раз. Это уникальное функционирование «Отец-сын», вытекающее из близких отношений отца и сына и знания. Никто не знает сына так, как знает отец. и отца так, как знает сын. Но я не утаиваю это для себя. Я готов пункт за пунктом рассказывать это любому, кто будет слушать. Любой, кто будет слушать, может научиться от Иисуса тому, как иметь такие же близкие отношения с отцом, какие имеет он. это что-то хорошее. И послушайте, что здесь настолько хорошо. Я готов пункт за пунктом рассказывать это любому, кто будет слушать. «Вы устали, измотаны, обожглись на религии. Придите ко мне, начните двигаться со мной, и к вам вернется ваша жизнь. Я покажу вам, как по-настоящему отдыхать и пребывать в покое. ходите со мной, работайте со мной. И послушайте это. Смотрите, как я это делаю». А как вы ходите с ним? В Слове Божьем. Смотря. Смотря. Особенно в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Наблюдайте за ним. Смотрите, как он это делает. Ходите со мной, работайте со мной, смотрите, как я это делаю. Итак, послушайте это. Будет хорошо, если вы запишите эту фразу. Я записал ее. Это просто изумительно. Это то, что в буквальном смысле говорится в оригинальном тексте. Итак, Иисус сказал следующее. «Ходите со мной, работайте со мной, смотрите, как я это делаю, узнайте, научитесь естественным ритмом благодати». Вы можете читать Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна каждый день, день и ночь. Неважно, как давно вы их читаете. Вы никогда не увидите, чтобы Иисус торопился. Вы никогда не увидите, чтобы Он пришел в замешательство. Вы никогда не увидите, чтобы Он собирал собрание штата и пытался просчитать, будет ли у них достаточно денег, чтобы дотянуть до следующего собрания. Там такого нет. Что вы видите? Естественную, лишенную напряжения жизнь. Аминь. Я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. Я делаю только то, что Он показывает мне делать. Аллилуйя. И Он сказал, «Если вы будете работать со мной, я покажу вам, как это делать. Покажу вам, как иметь с Ним такие взаимоотношения». Естественные ритмы благодати. Знаете что? Это прекрасный способ сказать, «Бог ни в чем вас не обвиняет». Перестаньте плакать об этом и идем. Аминь. Естественные, лишенные напряжения ритмы благодати. Аминь. Что я буду делать? 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 Нет, 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 нет. Просто замолчите. И расслабьтесь. Я просто могу слышать, как Иисус сейчас улыбается. Потому что Он часто мне так говорил. Просто замолчи и успокойся. Я позабочусь об этом. хорошо. Но нет, просто замолчи. Да, нет, замолчи. Расслабься. Аминь. Аллилуйя. Скажите, естественные ритмы благодати. Аллилуйя. Аминь. Именно такими ли вы себя видите? Особенно в своих финансах? Потому что это то, что сатана использует сейчас по всему миру. По всему миру. Правительства по всему миру терпят крах. Все одновременно. В финансовом плане. Важное время. И посреди всего этого нужны люди. Аминь. Потому что, понимаете, когда весь этот бизнес рушится и падает, и чем больше люди что-то теряют, у них забирают их вещи, крадут, уничтожают, их вещи сгорают, и происходят всевозможные разрушительные вещи. Посреди всего этого нужно быть кому-то, кто благословлен. Аминь. И это мы с вами. Отметьте эти вещи и научитесь этому. Когда вы закрываете глаза, я заметил это много лет назад, Господь помогал мне. Конечно, большинство из вас слышало мои свидетельства. Когда я учился в университете Орла Робертса, брат Робертс взял меня в свою летную команду, а я был частью летного экипажа, самолета и его служения, и до меня очень быстро дошло, что без меня Орл Робертс не мог покинуть город. Это само по себе уже что-то захватывающее. Да. Да, аминь. Но затем самое захватывающее на второй серии собраний мы были... Спасибо тебе, Иисус. Да, хорошо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. На тех собраниях они молились двумя путями за людей, которые нуждались в исцелении. Во-первых, конечно, за людей молились в самом зале. Но также еще была так называемая комната для больных. Комната для больных. Это было помещение для людей, которые не могли находиться со всеми в зале. Это были амбулаторные больные. Некоторые были уже при смерти. То есть там собирались все те, кто по той или иной причине не мог находиться в зале и выходить там вперед для молитвы. И таких людей в этой комнате для больных собиралось от 50 до 200. И каждый вечер для них была отдельная комната. и брат Робертс проповедовал, затем делал призыв к покаянию. Люди отвечали на этот призыв. И пока за них молились и вели в молитве покаяние, он уходил в ту комнату, пока зал приготовили к служению исцеления. в это время он уходил в ту комнату, где были те другие люди. И он возлагал там на всех руки. Там происходили удивительные чудеса. И во время второй серии собраний, частью которых у меня была привилегия быть, я был ответственен за эту комнату. И я должен был быть там, пока брат Робертс проповедовал на вечернем собрании. И затем у меня было от пяти до семи или восьми минут максимум, всего столько времени, пока он после окончания своей проповеди не придет в ту комнату. Я должен был за эти пять минут или чуть больше минут еще раз пройтись по основным пунктам его проповеди и приготовить людей к тому, чтобы на них могли возложить руки. Вот в чем заключалась моя работа. Поэтому во время проповеди я находился в той комнате для больных. Я слушал эту проповедь, как и все остальные там, через динамики. Я конспектировал все то, о чем проповедовал брат Орл Робертс. И когда он уже заканчивал в зале свою проповедь, я напоминал людям основные пункты этой проповеди. И после первого служения он пришел туда в тот вечер. Обвел взглядом ту комнату. Конечно, когда он зашел, я отошел в сторону. Он повернулся, схватил меня за плечо, притянул к себе и сказал, ты будешь молиться, и ты будешь возлагать руки. Вы шутите? Я никогда ни за кого не молился, с кем было что-то серьезно, не так. Боже мой. Начнем с того, что я никогда ничего подобного не видел. И знаете, посмотрев на меня, он мог видеть, потому что цвет моего лица изменился тонов на пять. Пока он там стоял, вся кровь отхлынула от моего лица. Он улыбнулся и сказал, не беспокойся об этом, если ты ошибешься, я это исправлю. Я буду стоять рядом с тобой, но ты будешь это делать. Я сказал, хорошо, давайте. И первой, на кого мы возложили руки, была женщина, у которой была опухоль в желудке. Она весила не больше 35 килограмм. она была настолько близка к смерти, насколько только можно, или даже уже пересекая эту черту. Она лежала на военной походной кровати, и с ней была ее медсестра. все, что я сказал, это во имя И, это все, что я успел сказать. Я собирался сказать Иисуса, это все, что я успел сказать, во имя И. Орл стоял прямо за мной, и о грохочущем ревом, ты мерзкий, нечистый дух, пытающийся забрать жизнь моей сестры. убери свои руки от того, что принадлежит Богу, во имя Иисуса, которому я принадлежу и которому я служу. У меня в голове продолжало крутиться. Только что проревел лев из колена Иудина. Я просто стоял там. Моя рука так и зависла в таком вот положении. Я едва коснулся ее лба, как он это сделал. И вдруг ее вырвало этой опухолью. Она просто выплюнула ее на землю. Та опухоль была размером с мой кулак. вокруг нее были щупальца. Та женщина вскочила с той походной кровати и начала бегать по комнате восклицая «Я исцелена! Слава Богу, я исцелена во веки!» А следом за ней бежала медсестра, боясь, что та упадет замертво. Вот таким было мое первое знакомство с этим служением. И я сказал это потому, что хотел, чтобы вы ощутили это, потому что я увидел там за определенный период времени такие вещи, которые нелегко описать. Просто потрясающие вещи. И спустя какое-то время он обращался к некоторым из этих вещей и разговаривал со мной о них. И за это время, начиная с 1967 года и до того дня, как он ушел на небо к Господу, Орл Робертс, я, Глория и наши семьи стали очень-очень близки. И я сказал все это, чтобы сказать следующее. Для того, чтобы мы с вами сейчас одинаково понимали, так, чтобы мы все мыслили в одном и том же направлении. Потому что я хочу, чтобы вы услышали это. Чтобы вы услышали это. Послушайте меня. послушайте. Я узнал от него, что люди, которые долгое время провели в одном состоянии, приходят к тому, что начинают видеть себя такими. если вы были в нищете, вы видите себя в нищете. Если вы этого не изменяете, вы никогда ничего другого не получите. 30-я глава Второзакония. И вы помните, что в 28-й главе Дух Святой через Моисея изложил статьи благословения в благословении Авраама или благословении Господнем. благословении. Итак, вот все эти разные вещи. Благословение здесь, благословение, 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 благословение. И затем вы приходите к этому. И давайте посмотрим 19-й стих 30-й главы. «Во свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю». Другими словами, он говорил, что начиная с этого дня у вас нет никакого оправдания. Пусть никто из вас день суда не скажет мне, «Господь, мы не знали». Нет, знали, я вам сказал. «Во свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю». «Жизнь и смерть предложил я». Не «предложу», а «уже предложил». Это очень важное слово. «Предложил я тебе». Важное слово. Можно было бы сказать это так. «Я установил и определил это». Если Бог установил и определил это для вас, то никто другой не придет и не уничтожит это. Не избавиться от этого прежде, чем вы сможете получить это. Нет, нет. «Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. избери». И вам перед словом «избери» нужно вписать слово «ты». «Те» «ы» «ты». «Ты» избери жизнь, дабы жил «ты» и потомство твое. Если вам не безразличны ваши дети, вам нужно это сделать. Вам «ты» избери». И прежде, чем мы сделаем здесь следующий шаг, Господь Бог всемогущий, всемогущий Бог сказал «Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Я предложил тебе выбор за тобой». Вы не можете прийти снова к Богу и сказать «Я просто не верю, что это воля Божья». Нет, говорю вам, это больше уже не будет работать. Вам нужно просто преодолеть это. Бог уже предложил и уже установил это там. И кровь Иисуса запечатала это навеки. Кровь Иисуса запечатала это. «Я предложил это вам». Что вы будете делать? «Я предложил вам». 20-й стих. «Какова была его цель? О чем он думал? «Дабы ты любил Господа Бога твоего, слушал глаз его». Хорошо, я хочу, чтобы вы не закрывали это место и открыли вместе со мной 14-ю главу Евангелия от Иоанна. Я хочу, чтобы вы вот так взяли свою Библию, чтобы вы могли открывать ее вперед и назад. Потому что я хочу, чтобы вы посмотрели, что сказал Иисус. Давайте вернемся туда и посмотрим. Посмотрим сейчас, что Он сказал. «Во свидетели перед вами, призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его». Хорошо. Теперь Иоанна 14-21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их» Разве не это Он только что сказал? «Дабы ты любил Господа Бога твоего и слушал глаз его». «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». А кто любит Меня, Тот возлюблен будет Отцом Моим и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Именно об этом Бог здесь и думал. А именно чтобы явить Себя Вам. Явить Себя. Поэтому утвердите это раз и навсегда. Аминь. Утвердите это. Это не основывается и совершенно не имеет никакого отношения к тому, что вы сделали или чего вы не сделали. Это имеет полное отношение к тому, что сделал Иисус и что Он делает прямо сейчас. Зачем Богу зацикливаться на том, что вы сделали 40 лет назад или 2 дня назад? Его не интересует ваше прошлое. Его интересует куда вы движетесь, что с этого момента с вами происходит. В этом-то и суть этих естественных ритмов благодати. Аминь. Итак, дабы ты любил Господа Бога твоего, дабы ты слушал глаз Его и прилиплялся к Нему. Прилиплялся. Прилиплялся к Нему. О, да, но брат Копланд, я просто не знаю. Знаете тот образ жизни, который я вел раньше, и все такое. Послушайте, Иисус умер за нечестивых и безбожных. И это вполне относится и к нам с вами. Поэтому я скажу вам одно из любимых выражений Глории. Преодолейте это. Просто преодолейте. Дети так часто это слышали. Преодолей это. Однажды она сказала мне как-то раз, она посмотрела мне прямо в глаза и сказала, требуется столько же времени, чтобы пребывать в вере, сколько требуется, чтобы пребывать в неверии. Ты мог бы потратить это время на то, чтобы верить Богу, вместо того, чтобы жалеть себя. Вот что в действительности она пыталась мне сказать. Что ж, до меня это дошло. Я преодолел это. Аминь. Аллилуйя. Я рад, что я не женился на какой-то трусливой женщине. Слава Богу. Да. Дабы ты любил Господа Бога, дабы ты слушал глаз Его. И мы можем вставить прямо туда, исходя из того, что сказал Иисус. Дабы ты любил Господа Бога твоего, дабы ты слушал глаз Его, чтобы Он мог явить себя тебе. Именно поэтому Он сказал вам что-либо делать. Именно поэтому Он и дал вам заповеди. Задумайтесь. Возьмем, к примеру, десять заповедей. Зачем Ему нужно было говорить эти десять вещей? Если вы прочитаете чуть дальше там, в книге Исход, буквально еще пару стихов, Он скажет вам, что Он сделал это, чтобы Он мог благословить вас. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не находи себе другого Бога. Я тот, у кого есть благословение. Я пытаюсь благословить тебя. Не делай себе никакого изображения. Зачем тебе склоняться перед изображением птицы или чего-то еще? Над чем Я уже дал тебе владычество? Зачем тебе это делать? Не делай это. Склонись передо мной. Склонись со мной. Я склонюсь там с тобой. Аминь. Я хочу благословить тебя. Аминь. Не кради ничего. Зачем тебе это делать? Приди ко мне. Не кради ни у кого ничего. Приди ко мне. Я благословлю тебя. Я дам тебе больше, чем есть у них. И что бы ты ни делал, не желай того, что есть у кого-то другого. В любом случае, я дам тебе более красивую женщину. просто приди ко мне. Вы видите, о чем он говорил? Через все это прослеживается его цель. Заставит нас прийти к нему. Приди ко мне. Не убивай никого, не совершай убийства. Это убьет тебя. Приди ко мне. Мне отмщение, говорит Господь. Я позабочусь об этом. Я позабочусь об этом. Аминь. И не лгите. не прибегайте ко лжи. Знаете, один мальчик сказал воскресной школе, учитель спросил воскресной школе, что такое ложь? Он ответил, это мерзость перед Богом и повсеместная помощь во время нужды. не прибегайте ко лжи. Не прибегайте. Нет, нет, нет. Прибывай со мной. Тебе не нужно прибегать ко лжи. Принеси эту проблему мне, я решу ее для тебя. Вы можете видеть его цель? Вы видите, о чем он думает? Вы можете видеть это прямо здесь. в этих стихах. Не так ли? Именно об этом он и говорит. Итак, дабы ты прилиплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Он является долготой ваших дней. Позвольте мне вам кое-что сказать. Все люди всегда в то или иное время оказывались в ситуации, когда им действительно нужно было прилипляться к Богу. И большинство людей не знают, как это делать. Вы не прилипляетесь к Богу, просто крича, причитая, жалуясь, носясь туда-сюда и закатывая какую-то истерику. Не так вы прилипляетесь к Богу. Бог учит нас, как прилипляться к Нему. Во-первых, вы должны избрать его, избрать жизнь. Оставайтесь на Божьей стороне всего, оставайтесь на стороне жизни. Изберите это, ищите этого, ищите этого постоянно. В этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь склятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники. Это обращено к нам с вами. Итак, давайте посмотрим, что у него было здесь. Не закрывайте это место, мы к нему еще вернемся. Но откройте сейчас 51 главу книги пророка Исаии и посмотрим, о чем говорится здесь. Послушайте. послушайте меня, стремящиеся к правде или праведности. Кто из вас стремится к праведности? Это то, о чем вы думаете. Я стремлюсь к тому, чтобы быть правым, как прав Бог, ищущие Господа. Аллилуйя. Ищущие Господа. Кто из вас ищет Господа? Вы ищите Господа, иначе вас бы здесь сегодня не было. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Инасару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его. Так Господь утешит Сион. Кто является утешителем? Господь, Дух Святой. Аминь. И сделает пустыней его как рай. и степь его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем. Словословие и песнопение. Вот что Бог намеревается сделать. Он превратит вашу окружающую обстановку в Эдемский сад. Для всех остальных вокруг. Она будет казаться Эдемским садом, потому что вы не подключены к этой вавилонской системе, которая разваливается на части. Вавилонская система в полном замешательстве. И вот вы не похожи, чтобы что-либо приводило вас в замешательство. Какое свидетельство? Это наша работа. Следовать за Господом Иисусом Христом и принимать Его направление для нашей жизни, чтобы входить в то, что Он заранее запланировал для нас. Идти теми путями, которые Он запланировал для нас, чтобы когда во всем остальном мире будет голод, мы с вами были Его распорядителями. Слава Богу. Того, в чем они нуждаются, где бы они ни находились, Аллилуйя. Это наша цель в жизни. Это наше призвание. Аминь. В этом суть преуспевания. Бог никого не призывал быть нищим. Все это представление о том, что когда вы становитесь христианином, вам нужно быть нищим. Что ж, Библия говорит нам помогать нищим, верно? Как вы сможете помочь нищим, устав нищим? Никак. Теперь уже нужен кто-то, кто бы помог вам. был был один человек. Господь показал мне это в отношении его служения. Одного из наиболее сильных и мощных служений в истории. Особенно в современной истории. И говорю вам, на нем пребывало помазание заниматься бизнесом. Он мог взяться за любой старый бизнес. и на него сходило помазание Божье. И он поднимал этот бизнес. Дела начинали идти хорошо, и он зарабатывал очень много денег. И прежде всего, он использовал Божьи принципы, чтобы вести бизнес. Но затем пришло время, когда он знал, что он должен ответить на Божье призвание идти в полное служение. И позже Бог призвал его быть миссионером. И он полагал, что для того, чтобы исполнить это призвание, ему придется просто избавиться от всего этого и забыть об этом. Хотя это было помазание и благодать в его жизни. Это не было для него волей Божьей забывать об этом. Бог вложил это в него в раннем возрасте. Он ходил в этом. Позже он стал миссионером. У него было потрясающее сильное служение исцеления. И одной из проблем, серьезной проблемой, было то, что у него не было денег делать то, что Бог призвал его делать. Хотя все это время у него была благодать от Бога заниматься этим. Что ж, понимаете, это было в то время, когда у людей не было такого понимания этого. Но сегодня мы начинаем узнавать об этом больше. И мы, конечно же, узнаем, почему дьявол хотел, чтобы мы избавились от всего этого, потому что это позволяло ему свободно действовать и делать все, что он хотел. И вот, что я вам скажу, эти дни закончились. Слава Богу. И дальше. чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь склятвою обещал отцам твоим. Чтобы тебе пребывать, куда бы ты ни шел, что бы ты ни делал. Вы действуете верой. Вы делаете это так, как Бог обрисовал это, и вы постоянно ищете Его план. Да будет Его план исполнен на земле, как на небе. Да будет Его воля исполнена в моей жизни, как на небе. Его воля это моя воля. Моей волей и планом является то, что является Его волей и Его планом. Поэтому, что бы вокруг меня не происходило, я пребываю в земле обетованной. Помните, что Писание говорит в послании Колоссянам, что Он избавил нас, Бог избавил нас, Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Иисус сказал, если вы прежде всего будете искать Царство Божье, все эти вещи приложатся вам. Почему? Богу нужно, чтобы у вас были все эти вещи, чтобы вы могли позаботиться о Его деле, когда остальные люди страдают и испытывают боль. Слава Богу! Аминь! Итак, чтобы пребывать тебе на земле, избери жизнь. Если мы дадим название сегодняшней проповеди, то оно будет «Избирай жизнь! Избирай слова! Избирайте слова! Избирайте жизнь! Избирайте слова! Давайте обратимся к 18-й главе книги «Притчи». Притчи 18-20 «От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается». Почему так оно и есть? Смерть и жизнь... Подождите минуточку? О чем мы уже там читали? Мы что-то слышали о смерти и жизни, не так ли? «Во свидетели, пред вами призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». И дальше он говорит «Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его, лелеющий его, вкусят от плодов его». Обратите внимание на силу слов. Смерть и жизнь во власти языка. Ну, брат Копланд, я не знаю, я просто не представляю, как такое может быть Святая Библия. Да. Именно там я это и прочитал. то, что вы не представляете, как такое может быть, не является оправданием для того, чтобы не принимать этого. И это, конечно же, не является оправданием для того, чтобы продолжать игнорировать это и отказываться что-либо менять. Христиане не должны игнорировать то, что Бог говорит в Своем Слове. Смертельно опасно так делать. Поэтому в действительности у нас нет никакого оправдания, потому что это написано здесь, в этой книге. если же мы примем то, что Он говорит, да, это истина, да, я всецело намереваюсь понять это, я намереваюсь посвятить всю вечность пониманию этого. Я понимаю это намного больше, чем я понимал 45 лет назад, когда услышал первую проповедь об этом. Но вот, что я вам скажу, это меньше, чем за год вытащило меня из долгов. Я уже более 45 лет наслаждаюсь свободным от долгов образом жизни. Аллилуйя, да, аминь. Я много узнал об этом. И чем больше я узнаю, тем больше понимаю, как многого я еще не знаю. И я узнаю все больше, больше и больше и больше. И чем больше я узнаю, тем большим оно становится, и чем большим оно становится, тем больше я узнаю. Что ж, я наслаждаюсь этим. Я наслаждаюсь этим с первого дня. Аминь. Но вы не можете быть сторонним наблюдателем и надеяться, что что-то из этого придет и на вас Или что вы сможете просто достаточно долго молиться, выпиять и причитать И, может быть, Бог в один прекрасный день сжалится над вами и, может быть, сделает для вас какую-то мелочь Оно так не работает И были времена, когда Бог приносил мне, вам и всем остальным Сверхъестественное облегчение, потому что мы действительно взывали к нему Но это будет становиться все менее и менее действенным, менее и менее эффективным Приходит время, когда вам пора уже вырасти Келли, наша дочь, приехала на этой неделе на эти собрания И она привезла с собой нашу маленькую внучку Которую чуть больше годика Маленькую Эмили Это просто прекрасный ребенок И у меня не возникает никаких вопросов, когда Келли приносит на собрание Эмили Или когда Обри и Коуди приносят на собрание Эйли, нашу правнучку Это уже правнуки У меня не возникает никаких вопросов, когда они приходят, неся на плече своего ребенка Может, у кого-то из них изо рта начинает вытекать остаток молочной смеси сразу после того, как вы одели пиджак Все из вас, кто никогда с этим не сталкивался, вы не знаете, о чем мы говорим Но, знаете, я не обращаю на это никакого внимания Вы одеваете этого ребенка, приносите его в церковь, носите его у себя на плече Пусть Бог его благословит, да Но когда ему уже 22 года Он встает и одевается сам Если вы зайдете сюда, неся на своем плече выпускника колледжа Я не буду этого говорить, это будет ужасно Нет, 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 нет Спасибо тебе, Господь Но пора возрасти в этих вещах в Господа В Него И быть частью того, что Он делает Итак, смерть и жизнь во власти языка И слово, переведенное здесь как «власть», также переводится как «рука» Используемое следующим образом Брат Кейт, мы понимаем, что должно быть здесь сделано Мы все это обсудили Ты теперь все понимаешь Хорошо, я отдаю это в твои руки Я не хочу больше ничего об этом слышать Пока ты не вернешься, не улыбнешься и не скажешь мне «Мы сделали это» Хорошо? Хорошо Мы это понимаем Это в твоих руках, брат Так вы понимаете использование этого слова «рука»? Мы постоянно это используем И Он здесь говорит «смерть и жизнь в руках языка» Все, что имеет отношение к жизни И все, что имеет отношение к смерти Было отдано в руки вашего языка Поэтому, как вы избираете жизнь Дабы жили вы и потомство ваше? Вам придется избрать определенные слова Поскольку это связующее звено Вы меня слышали? Это главное связующее звено Ну, знаете, брат Копан, я не верю Не важно, во что вы верите Не важно, во что верю я Я говорю вам то, что сказал Бог Я провел последние 45 лет Изучая это И чем больше я изучаю это Тем больше я понимаю, насколько для Бога это важно В начале было слово И слово было у Бога И слово было Бог Оно Вы не можете разделить Бога и Его слово Мы были сотворены словами Эта планета является управляемой словом системой Вселенная Это сотворенная словом Управляемая словом система Вы не можете Вы не можете Не можете никогда 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 выбирать Будете вы жить под властью слов или нет Вы не можете Вы не можете это выбирать Вы не можете Выйти из-под власти слов Вы можете выбирать слова На основании которых вы живете Но вы не можете выбирать Будете вы жить И будут ли вами управлять слова Или нет Люди спасаются Рождаются свыше Слыша и говоря слова Они исполняются Духом Святым Слыша и говоря слова И затем им Дана божественная привилегия Говорить слова Которая приходит напрямую С самих небес Насколько это важно Ну я не знаю Для меня ли это Святая Библия Да Именно оттуда мы это и берем Верно? Аминь Когда мы с Глорией только поженились Извините, я неправильно сказал Когда мы только-только начали узнавать Обо всех этих вещах Мы увидели, что наши слова Были наполнены смертью Здесь говорится Избери жизнь Что ж Смерть и жизнь В руках языка Во власти Языка Языку была дана власть Как над жизнью Так и над смертью Что бы вы не выбирали Вам придется выбирать это С помощью слов Аминь Нельзя выбрать одно А получить другое Когда мы только-только Об этом узнали Мы начали осознавать Что у нас с этим была Серьезная проблема Я говорил определенные вещи Сам того не замечаю Давайте обратимся к посланию Иакова Что вы имеете ввиду Ой-ой Да Ой-ой Как-то раз мы вернулись С Глорией домой Боже мой У меня были ужасные уста Мне нравилось сквернословить У моего прадедушки было прозвище Сквернословящий Оуэнс И я расскажу вам Как это началось Во время гражданской войны в Америке Часть моей семьи была в армии конфедерации И туда, где они жили Пришла армия союза Мистер Оуэнс В то время Был еще подростком Он по возрасту Не мог еще служить в армии И они хотели узнать Где были мужчины И они пытались получить От их семьи информацию А он ничего им не говорил И один солдат связал Большие пальцы его рук И затем перекинул веревку Через балку в амбаре И он дергал его За его большие пальцы Пока это не было Просто настолько мучительно Он пытался заставить Этого подростка Сказать ему то, что он хотел узнать Знаете, наверное Они просто не понимали индейцев Я знаю некоторых индейцев Которых придется чуть ли не подвесить За большие пальцы Чтобы вообще заставить их говорить Мы стали известны своим И это, пожалуй, все Иногда я встаю утром, выхожу И я ничего не говорю И кто-то спрашивает у Глори А что сегодня утром случилось С братом Копланда? Почему? Она отвечает Ничего, он просто сейчас индейец Он скоро проснется И он скоро начнет разговаривать И вы потом уже не сможете Заставить его замолчать Что ж, хорошо Хорошо И когда тот солдат Начинал так тянуть его за руки Прадедушка скорее начинал ругаться на него Просто кричать и ругаться так громко Как он только мог Чем говорить ему что-либо Знай он Он мог бы прославлять Бога Но он не знал Что лучше было воздавать благодарение Нет, нет Он так ругался на того солдата армии Союза Он осыпал и осыпал его ругательствами Каждый раз, когда они дергали веревку Он обругивал его так громко, как только мог Крича и оря И он делал это пару дней И он получил прозвище Сквернословящий Оуэнс И это передалось Следующим поколением Аминь Мой дедушка, знаете Меня иногда просто веселило То мастерство, с которым Он мог сквернословить Это было Удивительно И мне просто хотелось Быть похожим на него Что бы он ни делал Я хотел быть таким, как он Если бы он грабил банки Я бы сидел сегодня в тюрьме Потому что я хотел быть таким, как он, понимаете Я помню тот день, когда я начал свою собственную карьеру Мне было 9 лет Моя мама пригрозила мне Говорю вам, стоило мне хоть что-либо сказать Она набрасывалась на меня В нашей семье к этому относились беспощадно Только при малейшем намеке на то Что это будет что-то скверное Что ж, я испытывал На себе сильное давление Вы понимаете В том возрасте у меня сложилось представление Что если я буду использовать подобного рода слова Бог меня убьет Мама мне не говорила Не думаю, что она мне такое сказала Нет Она мне этого не говорила Но я почему-то думал, что если я когда-либо буду использовать такую лексику Бог меня убьет Я был на улице рядом с домом У нас была длинная подъездная дорожка к гаражу Гараж не был соединен с домом Как это делают сегодня Гараж был за домом О, эти добрые маленькие дорожки И оттуда до дороги шла длинная подъездная дорожка Я ходил по этой дорожке Я до сих пор могу ее видеть Это была посыпанная гравием дорожка Я пинал ногой эти камешки И я подумал Я сделаю это И если Бог меня убьет Что ж, Он просто убьет меня и все И я сказал Черт побери И я начал пинать И материться на камешке Я пинал их и сквернословил Пока шел от дороги до гаража Мне было 9 лет И будьте сейчас внимательны Поскольку то, что произошло, было прискорбным Понимаете? Я нарушал то, против чего, как я знал Мои мама с папой были резко против своей жизни Мой папа не использовал такую лексику И он не делал этого, потому что Во-первых, его отец не позволял этого И мой папа любил Бога Мой папа был тем человеком, который говорил только правду И он не использовал такого рода лексику И мама Ну, вы знаете, что мама об этом думала И тут Я целенаправленно Нарушал то, что они поддерживали Я нарушал то Как я даже знал в своем маленьком разуме Против чего был Бог И в этом я пошел против Бога И по дороге к гаражу Я сказал все бранные слова Которые только мог себе представить Я зашел в гараж Я обругал все в том гараже Газонокосилку Грабли, инструменты Все Я обругал сам гараж Каждая птица, пролетевшая мимо Услышала что-то в свой адрес Именно тогда Сатана принес бунт И взял власть над моей жизнью Что продолжалось до тех пор Пока мне не исполнилось 20 с лишним лет И это стало достаточно серьезным До того, как я встретил Глорию И вскоре после того, как я познакомился с Глорией Я познакомился с Иисусом Как с моим Господом и Спасителем Вот когда это произошло И вот как И к тому времени, как в моей жизни появилась Глория Я был в этом мастером Как-то раз мы вернулись вечером домой Вот что все это начало Мы вернулись откуда-то вечером домой Она сказала Я больше нигде не появлюсь с тобой на людях Я спросил, почему, дорогая? Она ответила У тебя ужасные уста Мне просто стыдно Я стоял там, пытаясь подумать Я спросил Черт, да что я сказал? Я не знал, что я это сказал Она ответила Вот видишь? Я спросил, видишь что? Я не знал, что я ей это сказал Вот та силы и власть Которую слова имеют над разумом Я этого не слышал Знаете, я делал и говорил подобного рода вещи Не для того, чтобы поставить ее в неудобное положение Я бы никогда с ней так не поступил Но я это делал Я не знал, что я это делал Обратите внимание на слово власть Смерть и жизнь во власти языка Ну, брат Копланд, я не знаю Я просто не представляю Как такое может быть? Святая Библия Да Именно там я это и прочитал Смерть и жизнь во власти языка То, что вы не представляете, как такое может быть Не является оправданием для того, чтобы не принимать это И это, конечно же, не является оправданием Для того, чтобы продолжать игнорировать это И отказываться Что-либо менять Христиане не должны игнорировать то, что Бог говорит в своем слове Братья мои Немногие делайтесь учителями Зная, что мы подвергнемся большему осуждению А теперь давайте прочитаем второй стих Все мы много согрешаем Кто не согрешает в слове Тот человек совершенный Или зрелый Зрелый Могущий обуздать и все тело Вот мы влагаем удила в рот коням Чтобы они повиновались нам И управляем всем телом их Вот и корабли Как невелики они и как несильными ветрами носятся Небольшим рулем направляются Куда хочет кормчий Или капитан Так и язык Небольшой член Но много делает Посмотри Небольшой огонь Как много вещества Зажигает Он сказал Посмотрите Каким небольшим кусочком дерева Является растопка Щепка Посмотрите Какой маленькой является спичка Из-за которой все это загорелось Из-за которой сгорел весь жилой дом на ферме Сгорел весь амбар И все остальное Все началось с маленькой растопки Язык огонь Прекрасы неправды Язык в таком положении Находится между членами нашими Что сверняет все тело И воспаляет круг жизни Будучи сам Воспаляем от гиены Ибо всякое естество зверей и птиц Присмыкающихся и морских животных Вы видите здесь Разные категории мира животных Те, которые летают Те, которые присмыкаются Те, которые ходят И те, которые плавают Разве вы не помните, что Бог дал человеку Владычество над землей И оно включало в себя Все эти категории А язык укоротить Никто из людей не может Это неудержимое зло Он исполнен смертоносного яда Давайте вернемся К 26 стиху Первой главы послания Иакова Если кто из вас думает Что он благочестив И не обуздывает своего языка Но обольщает свое сердце У того пустое благочестие Поэтому не говорите мне Что язык нельзя укоротить Поскольку мы только что выяснили Это здесь, в первой главе Итак, давайте вернемся сюда И посмотрим на это еще раз Прежде всего Перед тем, как я обращусь там К этой сфере Я хочу отметить следующее Человек Который обуздывает свой язык Это зрелый человек И вы помните, что Жизнь и смерть Во власти языка В руках языка, так сказать Итак Посмотрите на это следующим образом Капитан огромного корабля Держит свою руку На руле Верно? На рулевом устройстве Разве ему не нужно быть зрелым человеком? Незрелый человек У штурвала жизни Не имеет контроля Над рулевым устройством Своим языком Итак, давайте посмотрим на это Это разъяснено И вам действительно Нужна будет помощь Чтобы понять это неправильно После того, как вы посмотрите на это Конечно, хватает тех, кто вам в этом поможет Но Шестой стих Язык огонь Прекрасы неправды Язык в таком положении Находится между членами нашими Что оскверняет все тело И воспаляет круг жизни Будучи сам Воспаляем от гиены Ибо всякое естество Зверей и птиц Присмыкающихся И морских животных Укращается Давайте будем использовать слово Обучается Укращается Или контролируется Или обучается Естеством человеческим В моей Библии здесь есть Небольшая сноска В которой сказано Или человеческой природы Мы могли бы сказать это Следующим образом Особенно те, кто знает Что Писание говорит Что естественный человек Не может понять Вещи Божьи Но в сверхъестественном человеке В рожденном свыше чаде Божьем В нем есть жизнь Божья И мы имеем ум Христов Понимаете? У нас есть Слово Божье У нас есть Дух Святой Поэтому Заметьте Как здесь сказано А язык Укротить никто из людей не может Что ж, мы знаем Мы уже прочитали стихи Которые говорят Что язык укоротить невозможно Тогда зачем тратить бумагу И чернила Чтобы писать это здесь Если это сделать невозможно Нет Итак, заметьте Всевозможные животные Все они Каждая категория животного Укращается Контролируется Обучается Дрессируется Естественной силой человека У человека есть интеллект Просто Естественно Как у человека Человеческого интеллекта Достаточно Как только вы научитесь тому Как это делать Вам необязательно Быть рожденными свыше Чтобы объездить лошадь Это поможет Лошади это Больше понравится Но вам необязательно Использовать Сверхъестественные ресурсы Чтобы Укращать Контролировать Обучать И дрессировать животное Не так ли? Нет Не обязательно Мы это знаем Но он говорит здесь о том Когда говорится А язык укоротить Никто из людей не может Посмотрите на это А язык Укоротить Никто из людей Не может Естественной Человеческой природой Естественный человек Не может укоротить язык Я вам кое-что скажу Естественный человек Не может контролировать Своё воображение Мысленные образы Именно это и произошло В случае с Вавилонской башней Помните это? И когда вы обращаетесь Ко второму посланию К Оримфинам Слово Божье говорит Об этом очень ясно Оно говорит Не спровергаем замыслы Мысленные образы И всякое превозношение Восстающее против Познания Божьего Как? Оружия воинства нашего Неестественные Они не плотские Но они сильные Богом На разрушение Твердынь Или можно сказать Это так У нас есть Могущественная сила И могущественное Оружие Божье Чтобы контролировать Своё воображение Мысленные образы И выбрасывать оттуда Всё, что не подчиняется Слову Божьему Теперь возьмите То местописание И наложите его Поверх этого И вы сможете увидеть О чём именно он говорит Естественно, человек Может укротить этих животных Или взять их под контроль Обучить Выдрессировать их Но Естественно, человек Не может контролировать Свой язык Поскольку он не может Контролировать Своё воображение Мысленные образы Именно об этом Там и говорится Всё, что проходит Через его воображение Выходит из его уст Такая вот Дилемма Что мы будем с этим делать? Аминь Итак Им благословляем Бога и Отца И им проклинаем человеков Сотворённых по подобию Божию Из тех же уст Исходит благословение И проклятие Не должно, братья мои Сему так быть Это вежливый способ сказать Прекратите это Слава Богу Итак Как вы это делаете? Вот первый шаг Мудр ли 13 стих Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле Добрым поведением С мудрой кротостью Докажите Покажите это Своей жизнью веры Своим хорошим образом жизни Поведение переводится там Как образ жизни Если в вашем сердце Вы имеете горькую зависть И сварливость То Не хвалитесь И не лгите На истину Не говорите то, что идет в разрез Со Словом Божьим Для этого Вы принимаете Твердое Качественное Бескомпромиссное Решение Поставить Слово Божье На первое место В своей жизни И сделать его Окончательным Авторитетом Вы не говорите То, что идет С ним в разрез Вы не говорите Против него Мы с Глорией Как я уже говорил Мы говорим здесь о том Чтобы избирать жизнь Боже мой Когда мы только-только Об этом узнали Я впервые в своей жизни Начал слышать свои слова Потому что я начал Вкладывать Слово Божье В свои уста И в свое мышление Теперь Слово Божье Стояло на первом месте В нашей жизни Мы сделали такое посвящение Мы начали понимать Что если Я тогда Не знал Что нужно это делать Но если бы я сравнил это С тем местом писания Которое мы уже читали Жизнь и смерть Предложил я тебе Благословение и проклятие Избери жизнь Теперь оглядываясь назад Все наше поведение Наряду с другими Естественными людьми Уже ориентировано На смерть Весь естественный мир Катится вниз По наклонной Плоскости смерти Он весь негативен Все движется В этом направлении Фактически Вы могли Назидаться в вере Но вам достаточно Всего несколько дней Не обращаться К Слову Божьему И ваша маленькая лодка Развернется И снова начнет Плыть по течению Это просто Развернет вас На 180 градусов И следующим делом Вы начнете Слышать себя Говорящими Такие вещи Которые Несколько недель назад Вы бы и под дулом Пистолета Не сказали бы Но это начинает Выходить из ваших уст Даже когда Вы не пытаетесь Это говорить Это одно Что указывает на то Что вы обращали Слишком много внимания Не на то Я закончу следующим Мы еще к этому вернемся Но в послании к Ефесянам Откройте его И мы на этом закончим В послании К Ефесянам 4.29 сказано Никакое Сколько слов? Нисколько Никакое Гнилое Это относится К словам смерти Не так ли? К словам Проклятия И сквернословия Не так ли? Не к словам Благословения Никакое Гнилое Можно было бы Прочитать это так Никакое Испорченное Слово Да не исходит Из уст ваших Не позволяйте Ему оттуда Исходить Затем 31 стих Всякое Раздражение И ярость И гнев И крик И злоречие Это слова Неверия Послание к евреям Называет Лукавое Злое сердце Сердцем неверия Со всякой Злобою Да будут Удалены От вас Не делайте Этого Что вы делаете? Вы Наоборот Воздаёте Благодарение Наполняйте Свои уста Словом Божьим Наполняйте Свои уста Благодарением Никакое Испорченное Слово Да не исходит Из уст ваших Я начал Осознавать Что каждое Слово Которое Я использовал И каждое Слово Которое Говорили Другие Люди Чтобы Выразить Себя Были словами Ориентированными На смерть На тьму Я Никогда Не слышал Чтобы Кто-то Говорил Они До жизни Обрадовались А Они До смерти Обрадовались Один проповедник Сказал мне Не так давно Это Знаете Я не набросился На него И не выдал ему Урок номер 10 По словам Хотя Мне Хотелось Он Сказал О Брат Копланд Скажу вам Вчера Вечером Вы проповедовали Убийственную Проповедь Говорю вам Я Подумал Надеюсь Она была Не таковой И я Знаю Что он Пытался Сделать Мне комплимент Но он Не слышал Что он Сказал И вам Нужно Быть Крайне Осторожными Насчет Того Что Говорит Этот Мир О Брат Копланд Знаете Что Мы Все Хорошо Знаем Кто Написал Эту Книгу Никакое Гнилое Слово Да Не Попадает В Ваши Уста Что Это Означает Гнилые Испорченные Слова Они Будут Портить Вашу Веру Они Будут Портить Ваше Здоровье Они Будут Портить Жизнь Вокруг Вас Они Используются Силами Тьмы Чтобы Помешать Вам Ходить В том Благословении Которое Иисус Приобрел Для вас На кресте Аминь Аминь Вы Сколько 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 Как Вы Думаете Я Бо Говорил О том Что Я Старею Выживаю Из Ума Теряю Память И Подобного Рода Выражения Ну Знаете Они Говорят Что Первым Делом Начинаются Проблемы С Памятью И Там Было Еще Пару Вещей Но Я Просто Не Помню Что Это Близание Это Не Смешно Маги Это Прискорбно Ну Увидимся Завтра Если Меня Не задает Поезд И Все Остальные Фразы Которые Разработал Дьявол Чтобы Портить Наши Уста И Давать Ему Власть Ди Е У Него Не Было Когда Вы Говорите Слова Смерти Чуть Не Умер От Радости Это До Смерти Напугало Меня Мои Ноги Убивают Меня Когда Вы Говорите Слова Смерти Шутите Насчет Смерти Старения И Содействуете Старению Начинаете Говорить о Старении Когда Вам Исполняется 30 лет Что ж Дьявол Поможет вам Договориться До смерти Именно Это Он И пытается Делать Дьяволу Потребовалось 930 лет Чтобы научить Адама Умирать Адам Не умел Умирать Он Не умел Так Говорить И Дьявол Потребовалось Почти Тысяча Лет Чтобы Научить Наконец Он К этому Пришел Слова Жизни Слова Смерти Слова Благословения Слова Проклятия И Осуждения И Когда На вас Что-то Давит Иисус Казал От Избытка Вашего Сердца Будут Говорить Ваши Уста Это Не Может Не Происходить Гнилые Испорченные Слова Очень Интересно Слышать Записи Переговоров После Различных Авиакатастроф Те Слова Которые Говорили Пилоты В тех Ситуациях И 99% Их Слов Это Слова Смерти Самая Ужасная Трагедия В истории Авиации Произошла На Острове Тенерифе Когда Столкнулись Два 747 Боинга С полными Баками Последними Словами Капитана Буквально За Секунды До Столкновения С другим 747 Боингом Он Закричал Произнес Имя Бога Напрасно И Закричал Мы Все Умрем Что Ж Не Все Там Умерли Есть Свидетельство Одного Человека Который Начал Выкрикивать Имя Иисуса И он Сказал Что Каждый Раз Когда Он Его Выкрикивал Бог Продвигал Его И Наконец Он Выбрался Через Дыру В потолке И он Оказался На краю Крыла И Спрыгнул С Него И он Видел Как Люди Заживо Сгорали Внутри Того Самолета Как Сгорало Их Плоти Просто Плавилось Внутри Того Самолета Вылилось Все Это Огромное Количество Топлива Для Реактивных Двигателей И оно Горело А он Выкрикивал Имя Иисуса И он Сказал Что Вокруг Него Было Что То Вроде Какого То Пузыря Что Ж Мы Знаем Что Это Благословение Господне Оно Заключило Его В капсулу Просто Окружило Его И он Мог Все Это Видеть Но Оно Его Не Затронуло Вы Потеряете То Что Пытаетесь Сохранить Иди На Компромисс Если Вы Преклоните Свои Слова Вы Сгорите Если Вы Не Преклоните Свои Слова Вы Не Преклоните Свои Колена Вы Не Преклоняйте Свои Колена Перед Проклятием Вы Не Можете Сгореть Аллилуйя Моисей Процитировал Здесь Духа Святого Во Свидетели Перед Вами Призывая Сегодня Небо И Землю Другими Словами У вас Нет Оправдания Я Предложил Он Не Сказал Я Предложу Он Сказал Жизнь и смерть Предложил Я Тебе Благословение И проклятие Избери Жизнь Дабы Жил Ты И Потомство Твое Любил Господа Бога Твоего Слушал Глаз Его И Прилеплялся К Нему Ибо В этом Жизнь Твоя И Долгота Дней Твоих Чтобы Пребывать Тебе На земле Которую Господь Склятываю Обещал Отцам Твоим Аврааму Исааку Иякову Дать им А теперь Вернитесь К 15 Стиху Вот Я Сегодня Предложил Тебе Жизнь И добро Смерть И зло Я Который Заповедую Тебе Сегодня Любить Господа Бога Твоего Ходить По путям Его И И исполнять Заповеди Его И Постановления Его И Законы Его Зачем Господь Просто Потому что Ты хочешь Придраться К нам Ты не Хочешь Чтобы мы Весело Проводили Время Нет 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 И Будешь Ты Жить И Размножишься И Благословит Тебя Господь Бог Твой На земле В Которую Ты идешь Чтобы овладеть Ею Вы должны быть Благословлены Везде Куда бы Вы ни Шли И Бог сказал Я Предложил Тебе Благословение Теперь Ты Избери Его Теперь Давайте Откроем 18 главу Книги Притчи 20 стих Притчи 18-20 От плода Уст Человека Наполняется Чрево Его Произведением Уст Своих Он Насыщается Итак Бог Сказал Я Предложил Тебе Жизнь И Смерть Благословение Заметьте Благословение Идет в разделе Жизнь Проклятие Идет в разделе Смерть Одно Со вторым Никогда Не сочетается Дьявол Никого Не благословляет Он Убийца Аминь И это Не Бог Делает вас Больными И убивает Вас Итак 21 стих Смерть И жизнь Во власти Языка И любящие Его Вкусит От плодов Его Смерть И жизнь Во власти Во власти Использованное Здесь еврейское Слово Переводится Как Рука Смерть Смерть И жизнь В руках Или Была Передана Словам В руках Слов Вы будете Избирать Либо слова Жизни Либо слова Смерти И выбирая Слово Вы выбираете Направление Вашей жизни И мы Говорили Об этом Итак Избирайте Избирайте Жизнь Избирайте Слова Избирайте Бога Избирайте Его слова Он Наша Жизнь Он Долгота Наших Дней Вам не нужно Планировать Умирать В 70 75 лет Мне 77 И я не собираюсь В ближайшем Времени умирать Мне некогда Умирать Я занят Ни мне Ни Глории Никому из нас Не прописано Никакое лекарство И никогда И не было прописано Чтобы принимать По той или иной причине Все служение Должно иметь Медицинскую страховку Из-за этого Я должен был Проходить медосмотр Когда они спросили У меня Какое мне прописано Лекарство Они не спросили Прописано ли мне Какое-то лекарство Они хотели знать Какое именно Мне прописано лекарство Я сказал Никакое Вы не пьете Никакого лекарства Я ответил Нет Им всегда хочется сказать Ну вам повезло Мне не нравится Такая фраза Мне это не нравится В английском языке Слово Везение В английском языке И слово Люцифер Имеют Один Корень Именно Оттуда Везение И пришло По-настоящему Нет Никакого Везения Нет Оно все тянется К словам Ну брат Не начинайте спорить Со мной Так рано На служении Сами проведите Это исследование Сами это выясните Итак Смерть и жизнь Во власти В руках языка Или другими словами Я уже говорил это раньше И оно использовано таким образом Например в книге Иова сказано так Он в руке Твоей То же самое слово Рука Я передаю Это тебе Я даю тебе Власть Для этого проекта Мы призываем тебя На эту Миссию Ты принимаешь это? Да Принимаю Хорошо Я отдаю этот проект В твои руки Видите Это делегирование власти Бог Отдал власть жизни Он отдал жизнь и смерть В руки Сказанного слова Аминь Давайте обратимся к посланию Галатам И вы сейчас увидите Ту взаимосвязь О которой мы говорили Вы кое-что увидите На этот счет В послании Галатам Посмотрите Пятую главу Шестнадцатый стих Я говорю Поступайте По духу И вы не будете Исполнять Вожделений Или того давления Которая оказывает На вас плоть Ибо плоть Желает противного Духу Плоть оказывает Давление На дух И слово дух Написано здесь С маленькой буквы Он говорит О вашем рожденном Свыше духе А не о духе святом Вы не можете Своей плотью Оказать давление На духа святого Ну уже Аминь Нет, не можете Понимаете В оригинальном тексте Это слово Также написано С маленькой буквы В некоторых Переводах Библии Переводчиками Слово дух Было написано С большой буквы Но Бог Не писал его С большой буквы Итак Заметьте следующее Поступайте По духу И вы Не будете Вы Не будете Подчиняться Или Подпадать Или Над вами Не возьмет Вверх То давление Которое Ваша плоть Оказывает На ваш дух Ваш дух Не слушается Бога Из-за того Что ваша плоть Противится И не хочет Иметь с этим Ничего общего Она хочет Делать свое Что ж И что прямо Посреди этого Слова Слова Если ваш язык Наполнен Плотью А не Словом Божьим Тогда вы Не можете Его контролировать Требуется Слово Божье Чтобы контролировать Свой язык Вам придется Дать своему Рожденному Свыше Духу Духом Святым В его слове Власть Над всем Собой Должен быть Такой порядок Дух Душа И тело Не душа Тело И дух И не Разум Дух И тело И не Тело И душа Это может звучать Как милая песенка Тело И душа Может звучать Как милая песенка Но это убьет вас Потому что Помышления Плотские Смерть А помышление Духовное Жизнь И мир Вы можете Видеть Где во всем этом Задействованы слова Поскольку Ваш разум Или ваш дух Ухватывается За слова Именно так Вы все И делаете Аминь Вся ваша жизнь Следует за теми словами Которые вы говорите Хорошо Следующее Если же вы Духом Водитесь То вы Не под законом Дела Плоти известны Они и суть Прелюбодеяние Блуд Нечистота Непотребство Идолослужение Волшебство Вражда Ссоры Зависть Гнев Распри Разногласия Ереси Ненависть Убийство Пьянство Бесчинство И тому подобное Придворяю вас Как и прежде Придворял Что поступающие Так Царствие Божьего Не наследует Это не то Как вы живете В Царстве Божьем Плод же Духа Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость Воздержание На таковых Нет закона Нет закона Плоти Если вы будете Вкладывать в свои уста Слово Божье Нет закона Плоти Который может Победить эти силы И они уже Есть внутри Вашего возрожденного Духа Слава Богу Моя проповедь Уже привела Меня Самому восторг Действительности Это верно Лишь отчасти Моя проповедь Привела Меня Самому Еще больший Восторг Поскольку Я уже был Достаточно Водушевлен Когда приехал Сюда Сегодня Говорю Говорю Вам Потому что Я уже Сегодня Днем Отпроповедовал Себе Это И это Здорово Подождите И увидите Аминь Те Которые Принадлежат Помазанному Моему Помазанию Распяли Плоть Если Мы живем Духом То По Духу И поступать Должны Можно было бы Вернуться Назад И сказать Следующее Поступайте По Слову Божьему И вы Не будете Исполнять То давление Которое Оказывает На вас Пять Физических Органов Чувств Это Здорово Итак Если И впадет Человек В какое Согрешение Вы Духовные Исправляйте Такового В Духе Кротости Наблюдая Каждый За собой Чтобы Вам Тоже Не испытать На себе Давление Носите Бремена Друг Друг Помогайте Друг Другу И таким Образом Исполните Закон Помазания Ибо Кто Почитает Себя Чем Нибудь Будучи Ничто Тот Обольщает Сам Себя Каждый Доиспытывает Своё Дело И тогда Будет иметь Похвалу Только В себе А не В другом Он Просто Говорит Что касается Этих вещей Помогайте Друг Другу Но Занимайтесь Своим Делом Аминь Когда Дело Касается Других Людей Просто Помогайте Им Если Они Впадут В какое-то Согрешение Помогите Исправить Восстановить Их Не Ваше Дело Их Судить Шестой Стих И Заметьте Он Вставил Это Прямо Сюда И Это Настолько Важно Каждый Нет Шестой Стих Наставляемый Словом Отвечай Делись Всяким Добром С Наставляющим Господь Сказал Мне Много Лет Назад Каждую Неделю Делать Пятницу На передаче Победоносный Голос Верующего Днем Пожертвований Потому Что Я В принципе Вообще Не Хотел Собирать На этой Передаче Пожертвования Мне Так Надоело Слышать По радио Религиозное Надувательство Мне Это Не Нравилось Я Просто Сказал Господу Я Вообще Не Хочу Собирать На ней Пожертвования Бог Сказал Бог Сказал Нет 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 Это Не Согласуется С Моим Словом И Он Повел Меня К Этим Местам Писания Ко Многим Местам Но Особенно К Этому И Бог Сказал Это Руководство Для Тебя Я Хочу Чтобы Ты Делал Это Каждую Пятницу Я Хочу Чтобы Ты Проповедовал Слово Божие Всю Неделю И Затем Давал Людям Возможность В Ответ Посеять В Это Слово И Бог Сказал Это То Что Делают Пожертвования Что Я Тогда Этого Не Понимал Кое Что Понимал Но Совсем Немного Но Бог Начал Учить Меня Этому И С Тех Пор Я Практиковал Это Многие Многие Годы Наставляемый Словом Отвечай Делись Всяким Добром С Наставляющим Не Обманывайтесь Мух Поругаем Не Бывает Что Посеет Человек То И Пожнет Сеющий В Плоть Свою От Плоти Пожнет Что Хорошо Сеющий В Плоть Свою От Плоти Пожнет Что Мы Сейчас Прочитали Все Тот Линие Которые Придет В вашу Жизнь Если Вы Сеете В том Направлении В Плоть Сеете Что Слова Аминь Вы Говорите Слова Плоти И Вы Сводите Своё Внимание На Плотские Вещи И Вы Делаете Все Эти Вещи И Вы Сеете И Деньги Тоже Вы Сеете Их В эти Плотские Действия Тогда Вы Будете Пожинать Все То Что Там Перечислено И Дальше Сеющий Вплоть Свою От Плоти Пожнет Тление А Сеющий В дух От Духа Пожнет Жизнь Здесь Использовано Греческое Слово Зоэ Дословно Оно Означает Жизнь Божья Оно Переводится Как Вечная Жизнь Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В него Не Погиб Но Имел Зоэ Жизнь Вечную Жизнь Божью Один Человек Один Толкователь Сделал Следующее Утверждение И Мне оно Нравится Он Сказал Зоэ Это Сама Природа Бога Это То Что Делает Бога Богом Он Сказал Это Сложно Выразить Нашим Языком Это Просто Божья Часть Бога Которая Делает Бога Богом Это Отличает Его От Всего Остального И Когда Это Вкладывается В Нас Это Делает Нас По Его Образу О Слава Богу Аллилуйя Кейт Я Теперь Понимаю Почему Ты Проводишь Так Много Времени На Той Стороне Там От Того Пола Исходит Какое Помазание Я Смотрю Тебя По Телевизору И Ты Часто Туда Смещаешься Посмотрим Сможем ли мы сделать что-то с этой стороной здесь Слава Богу Аминь Аллилуйя У вас здесь что-то под полом Или что-то Что Итак Когда вы слышите эти слова Под помазанием Под этим учительским помазанием И эти слова Помните в 4 главе Евангелия от Марка Иисус сказал Посеянный на каменистом месте означает тех Которые услышали Слово Божье и с радостью его приняли С удовольствием его приняли С радостью Они приняли его в правильном отношении Не так ли? Но Затем Обиделись И сатана украл это слово Они приняли его с радостью Другими словами Слово Божье То помазание Под которым оно было проповедано Работали Оно попало в их сердце Но из-за того, что они не защищали его Его легко можно было оттуда украсть Почему? Иисус сказал, что они не имели в себе корня Вы хотите сказать, что слова имеют корни? Да, они являются семенами Иисус сказал, сеятель слова сеет Аллилуйя Слава Аминь Итак Сеющий в дух Отвечая Делясь с тем Кто учит под этим помазанием Принимая это помазание Сея что-то в него Что принадлежит ему Когда вы это делаете Это откровение Становится частью вас Становится вашим А не только моим И когда вы сеете в него Именно тогда это слово Укореняется в вашем духе И именно тогда вы становитесь доброй почвой И производите стократный урожай Слава Богу А когда вы становитесь каменистой почвой? Если бы вы были каменистой почвой Вы бы не слушали это слово с радостью Вы становитесь каменистой почвой Когда вы ожесточаетесь И не сеете в него Вот когда почва становится твердой И это слово не может там укорениться Но когда вы делитесь с этим помазанием, и вы принимаете его, как вы что-либо принимаете? Когда вы даете? Когда вы даете, и когда ваше уста, ваш язык, ваше исповедание веры выполняет свои обязанности перед этим словом. Вы вкладываете его в свое сердце, вы вкладываете его в свои уста, и вы сеете семя в отношении этого. Поэтому в действительности это основная цель. Зачем Бог, когда Он сделал пожертвование частью нашей духовной жизни? Он сделал это не потому, что Он пытается получить ваши деньги. Вы когда-нибудь осознавались, что Богу не нужны ваши деньги? Начнем с того, что вы получили их от Него. Если только вы не украли их или не взяли взаймы. Нет. Именно так Он дает нам с вами возможность войти в Его класс. Оказаться там с Ним так, как все делает Он. Наблюдать за тем, как Он работает. Аминь. Вы знали, что именно так Эйнштейн пришел к выводу, что Е равно МЦ квадрат. Именно так Он это и сделал. И Он так разозлил остальных ученых. Они выгнали Его из обществ и всего остального, потому что, когда они, особенно средства массовой информации, спросили у Него, как Он пришел к таким выводам, которые в то время были лишь теорией. Теперь это больше не теория. И Он ответил, ну, я просто спросил у Бога. Бог, будь я тобой, как бы я это создал? Как бы я заставил это работать? Вы хотите сказать, что вы разговариваете с Богом? Да. Его дверь открыта. Один проповедник как-то раз сказал. О, его отношение на этот счет было достаточно неприятным. Я боюсь тех людей, которые говорят, что Бог говорит с ними. Что ж, я не сказал Ему этого. Но я подумал, а я боюсь тех, которые говорят, что Бог с ними не говорит. Потому что, если Бог с вами не говорит, мне в действительности не особо интересно, что вы хотите сказать. Неинтересно. И Бог говорит с вами. Это совершенно другое. И Он будет говорить с вами из этой книги. Это Его основной путь. Но скажу вам, если вы обратитесь к этой книге, Он начнет. Иисус сказал, Мои овцы знают Мой голос. И за чужим не пойдут. Что ж, вам нужно говорить это по тысячу раз в день. И это поможет вам начать. Аминь. Слава Богу. Вы будете постоянно это говорить. Каждый раз, когда вы встаете. Каждый раз, когда вы смотрите в зеркало. Видишь там этого человека? Да, я знаю его. Бог говорит с ним. И этот человек, отражение которого ты видишь в зеркале, Он знает голос Бога и не идет за голосом чужого. Я не иду за голосом чужого. Я знаю голос моего Господина. Он мой пастырь. Я ни в чем не нуждаюсь. Он водит меня к водам тихим. Он водит меня на злачные пажити. И Он ведет меня. И я говорю то, что слышу, как говорит Он. И я делаю то, что вижу, как делает Он. И я знаю голос моего Господина. Аминь. Много лет назад Господь сказал брату Кеннету Копланду, что каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» должна быть днем пожертвований. И я хочу прочитать вам это местописание из послания Галатам 6.6. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Многие из вас уже являются партнерами с этим служением. И мы благодарим Бога за ваше партнерство. За ваше партнерство в молитве, за ваше партнерство в финансовой поддержке. Бог использовал вас. И через свое даяние вы произвели обильное благодарение Богу. Послушайте, партнерство – это что-то большее, чем когда кто-то просто стоит здесь и умоляет вас прислать деньги. Суть не в этом. Это является для вас возможностью прийти перед Господом и сказать, «Отец, хочешь ли ты, чтобы я что-то сделал, чтобы соединиться с Копландами и помочь им делать то, что ты призвал их делать?» Если Господь говорит вам и ведет вас в соответствии с этим местом Писания, тогда будьте скоры на то, чтобы слышать и быть послушными. И когда вы даете и почитаете Бога, Он почтит вас. Так говорит Слово Божье. И вы можете строить на нем свою жизнь. Слава Богу. Поэтому, партнеры, мы благодарим вас за то, что вы делаете в этом служении. А если вы только собираетесь стать партнерами, если Господь ведет вас в этом направлении, тогда мы соединим нашу веру с вашей о том, что вы увидите ответы на те вопросы, которые у вас были. В этом суть этого партнерства. Аминь. Как следить за словами наших уст и говорить слова жизни, только слова жизни. Вкладывайте в свое сердце Слово Божье, чтобы оно исходило из ваших уст. Именно тогда оно начинает изменять все вокруг вас. Если вы пропустили какую-то передачу на этой неделе, я ободряю вас зайти на наш сайт kcm.org.ua и посмотреть ее там. Храните эти слова у себя перед глазами. Вкладывайте их в свои уши, в свое сердце. Пусть они выходят из ваших уст. Вот когда все начинает изменяться. Я Джереми Пирсенс. Напоминаю вам, что Бог любит вас. Мы любим вас. И Иисус Господь.